Всем киберпанкам привет! Продолжаем изучать новую игру от CD Projekt Red. Я думаю, не я единственный такой, кому было интересно, можно ли найти то самое место, ту самую сцену на свалке, где погибает Декстер Дешон, да и в принципе главному персонажу Ви тоже достается так по-крупному. Я говорю именно об этой сцене. Ну и само собой, раз это видео существует, значит найти это место можно. И найти его на самом деле гораздо проще, чем мне изначально казалось. Я был точно уверен, что это будет на свалке, свалка у нас вроде бы как в Киберпанке одна, зато очень и очень большая. Но тем не менее, ближе к делу найти это место очень и очень просто. Все, что надо делать, это ехать по вот этой вот дороге, упираемся здесь в тупичок и далее вроде бы как заканчивается дорога, но нет, на самом деле дорога не заканчивается, дорога идет дальше и как раз таки по этой тропинке нам и надо ехать. И черт побери, то что мы там увидим, это достаточно с одной стороны жутко, но с другой стороны интересно. Я думаю, уже на этом моменте в принципе все становится более-менее понятно, это действительно то самое место. Если подрубить наш, не знаю, как он называется, сканер или как, можно уже издалека увидеть труп Декстера и холодильник. Модель из 2020-х, что само по себе как-то немножечко мурашками покрывает наше тело, потому что 2020-й это тот год, в котором мы пока еще живем, несмотря на то, что скоро Новый год и 2021-й будет на календаре. Итак, подходим к самому Декстеру, к сожалению, давайте, наверное, перемотаю на день, чтобы было лучше видно. Итак, магически наступает день и вот он, собственно, труп Декстера с огромной-огромной дыркой в пузе. Винни убила даже пуля в голову маленького калибра, Декстер умер от дырки в пузе. И вот первая интересная вещь, которую можно, собственно, подобрать самого Декстера, это уникальный пистолет, насколько я понимаю, называется он План-Б. Да, это мне, если что, сообщение в ВК пришло, так что не пугайтесь. Вот, пистолет крайне забавный, он вроде бы синенький, да, не золотой, не фиолетовый, просто синенький, называется План-Б, запомните это. И прикол в том, что он стреляет деньгами. Ну, насколько я, по крайней мере, понял, потому что, обратите внимание на нижний правый угол, 12 в обойме, 137 884 патрона в рюкзаке. И это число совпадает, собственно, с кредитами, которые есть на счету у Ви. Ну и, как бы это странно не было, когда мы стреляем, кредиты у нас со счета снимаются. Это забавно, это реально крайне забавно, но что менее забавно, это то, что далее смотреть труп или услышать какой-то комментарий о Джоне, либо от самой, или самого Ви, ну, не получается. Но, мы вспоминаем про то, что есть еще вот эта вот штука, холодильник из 2020, и то, что внутри, не знаю, как объяснить, но сами посмотрите. Внутри находится вот этот вот чел. И что это за чел? Если честно, не особо так-то и понятно. Мне лично этот персонаж крайне напоминает Ви. Да, Ви. Я играю, правда, сейчас за девочку, самую настоящую, с вагиной. Вот, а тут лежит у нас мужская версия из 2020-х во льду, внутри холодильника. Несмотря на то, что подсвечивается как-то вот вроде бы то ли пистолет, то ли что, пока что взаимодействовать никак с этим нельзя. Не знаю, возможно, я сюда дальше просто приду по сюжету, и, может быть, это место на самом деле никакое не секретное. Но я пришел сюда именно сейчас. Вот он, Декстер, вот его труп, вот его план Б, стреляющий деньгами, и вот холодильник с очень подозрительной ебучкой. И особенно жутко это из-за того, что пистолет называется план Б, и в холодильнике у нас, может быть, и лежит, типа, план Б. Тут можно лишь только догадываться. И было бы, знаете, что интересно? Было бы... Блин, это здорово. Было бы очень интересно посмотреть, а что находится в холодильнике, если прийти сюда за мужского персонажа, если играть за Ви-мальчика. Была ли бы тут девушка? Или я начинаю фантазировать? Если кто-то что-то знает, напишите в комменты. Вот, на этом я, собственно, буду закругляться с этим видеороликом. Не знаю, как вам, но мне найти это место было очень-очень интересно. И, блин, уникальная вещь в виде пистолета, и вот этот вот жуткий холодильник, это, блин, сильно. Единственное, что хотелось бы услышать, все-таки, комментарий от Джонни, либо же от самой Ви. Ну а вам спасибо за просмотр. Продолжаем изучать новое творение от CD Projekt'ов. Еще увидимся. С вами был Граф Токсик. Субтитры сделал DimaTorzok